Стоять вот здесь до конца. Вот это мое предложение. Правительство, чтобы обратило внимание на нас. Ни один дом нету без пенсионера и без детей. Многодетная мать. Какие льготы? На улице мне оставить. Если они находят выход из сложившейся ситуации, это только снос наших домов и оставить на улице маленьких детей, то гроши цена такому руководству. Сколько человек там проживает примерно? В одном доме по пять семей живут. По пять семей живут в одном доме. Что это за дома? Почему их должность нести? Это я вам скажу. Вот говорят, здесь есть магистраль. Мы здесь дома стоим с 2009 года. Магистраль провели с 1981 или 1982 года. Нас ничего не спросили. Получается, что это через наше поле провели. Мы не знали. Тогда в советское время нас ничего не спрашивали. Теперь говорят. Сначала сказали 250 метров от трубы, потом сказали 300 метров от трубы, потом сказали 350 метров. Вот эти люди попадаются на эту улицу. Нам больше некуда. Заставили селение разрушить, перевезти сюда, нам ничего никто не помогал. Здесь мы делали за это все. И здесь тоже нас не оставили. То есть вас переселили в 30-х годах на зимнее отгонное животноводство, да? Да. Насильно. Тогда была малярия. Никто не хотел сюда переехать. Очень многие люди умерли. Лично мой дядя, мамин брат, 24 года умер от малярии. Никто не хотел. Насильно, прилюдительно нас заставили. 19-20 домов. Газпром, да, действительно, мечты сбываются. Но не у простого народа. У кого-то, кто сидит выше, у кого власть в руках. Газпром, да, действительно. Редактор субтитров А.Семкин